Добрый день, коллеги. Здравствуйте. После таких обширных докладов на моих коллег я попробую доказать, что ультразвуковая диагностика имеет какие-то возможности в выявлении местораспространенного опухолевого процесса. Как уже говорилось ранее, проскоклеточный рак орган головы шеи является одной из важнейших медикосоциальных проблем в современной онкологии. И в структуре онкологической заболеваемости Замир Ахметовна уже сказала, что женское население преобладает над женским, и чаще всего раком голубые ротовые полости чаще всего болеют пациенты, которые заболевают раком голубой ротовой полости. Затем по частоте следует рак гортани, носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки. Больше 90% это локализации, которые поста, гортань, ротоглотка, кожа. И бывают пациенты с невыясненной локализацией лимфатических узлов поражения на шее. Пациенты иногда очень мало знают о этом диагнозе. И вот при процессе подготовки доклада встретилась такая табличка, которая информирует их уже на первичном амбулаторном этапе, что нужно обращать на симптомы. Это боль в языке, незаживающая язва, боль в корле, стойко осиплость голоса, болезнь затруднения дыхания, какое-то образование на шее пальпированного и заложенность носа или кровенистые выделения из носа. И при выявлении данных симптомов, если пациент обращается уже к терапевту или к онкологу, есть возможность выявления этих образований на более ранних этапах. Ультразвуковая диагностика, именно что может помочь при разместном распространенной раке опухоли головы и шеи, это в первую очередь на первичном этапе выявление изменений в лимфатических узлах. Я не буду останавливаться уже на классификациях, которых очень хорошо рассказала Ольга Игоревна, но могу сказать, что мы также можем локализовать опухоль по односторонней или двусторонней поражению, мы можем выявить размеры лимфатических узлов, которые применимы как раз в клинических рекомендациях по ТННМ и по лечению и диагностике опухоли головы и шеи, и различить уровни, которые могут нам дать именно, что мы говорим на одном языке с хирургами, то есть мы можем указать уровень расположения этих лимфатических узлов. И, конечно, если этот пациент уже исследуется при других модальностях, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии, мы также можем отследить, есть ли поражение этого лимфатического узла у нас, или при первичной диагностике, если первый выявляет ультразвуковая диагностика, на нас ориентируются коллеги при магнитно-резонансной диагностике, компьютерной томографии. Как уже видно в алгоритме, это первичная диагностика, это амбулаторное звено, либо уже дополнение каких-то больших стационарах или каких-то центрах онкологических. Мы можем выявить в B-режиме, я буду рассказывать, при доплерских характеристиках посмотреть сосуды, выявить жесткость этого изменения в лимфатическом узле, и также можно применить и контрастность уже усиленного ультразвукового исследования, которое ранее не применялось. Мы немного отставали от наших коллег, которые вводили контраст и приконтрастировали, видели изменения в лимфатических узлах. Сейчас эта методика доступна, мы применяли эти контрастные исследования лимфатических узлах 2015 года, и есть наработки, даже практические наработки. И, конечно, навигация при морфологической верификации, то мы можем указать, где есть изменения в лимфатических узлах. Оценка распространения опухолевой процесса, это, конечно, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и позитронно-иммерсионная томография или анофотонно-иммерсионная томография. В что входит в задачи ультразогровой диагностики? Это выявление патологического лимфатического узла, как я уже говорила, уровень расположения для правильного планирования хирургического лечения, определение по возможности распространенности процесса. Мы можем динамически определять наблюдение в рекомбинированном лечении и наведение на биопсию. Как видно в этой таблице, информативность периферических именно лимфатических узлов в диагностике несколько превышает другие модальности, чувствительность, специфичность и точность. Достаточно высоки. Повышается это исследование, если мы таргетно указываем, где находятся изменения и выполняем тонкоигольную биопсию. Типы изменений лимфатических узлов. Как я уже говорила, Ольга Игоревна, это реактивные изменения, потому что плоскоклеточный рак очень часто в совокупности имеет и воспалительные изменения. Поэтому на фоне сопутствующих изменений мы должны визуализировать, можем реактивные изменения в лимфатических узах. Предоявление на метастатический процесс, когда есть поражение не всей структуры лимфатического узла, а одной группы и один уровень. Поражение с изменением всего уже объема узла без выхода за капсулу. И, конечно, метастатическое поражение, когда есть распространение на окружающие ткани. Сейчас современные аппараты экспертного класса позволяют нам визуализировать мельчайшие детали лимфатического узла. Это и ворота, и капсула, корка, и вещество, даже мелкие измененные фолликулы. При B-режиме мы обращаем внимание на структуру лимфатического узла, хотя мы можем указать и размеры, особенно передние и задние. Учитываются локализации, есть ли изменения единичные, есть ли множественные, расположение цепочки, спаянные в каламираты. Форму желательно указывать. Соотношение поперечной и переднего и заднего имса, так называемый индексалбати, контур лимфатического узла, изменение критикального слоя, дифференциация ворот. И если поражение локальное, одно-второе объемы или по всей поверхности узла. Также патологические включения в критикальном слое и выход процесса из окружающей ткани. То, что мы уже неоднократно говорили, это топографический уровень лимфатических узлов. Не буду останавливаться на них подробно. Мы также это указываем. Также в базовое исследование лимфатических узлов входит оценка и воскурализация лимфатических узлов с описанием ее архитетоники кровеносных сосудов и субъективной количественной оценки. Мы можем указать архитетонику сосудов, характерный гелиарный поток, когда центральный поток, продольный гелиарный сосуд, параллельная длина оси узла, характерный для реактивных лимфатических узлов, для метастатического процесса, характерный трекоспедальный изменение кровотока и смешанного кровотока при начале чьей того и другого потока. Также это оценки архитетоники. Мы указываем отсутствие цвета, минимальное изменение, умеренный цвет или обильное количество кровотока. При компрессионной эластографии, которая вошла уже в рутинную практику практически многих врачей ультразвуковой диагностики, это мы распределяем по паттернной эластичности и также можем указать характерные изменения по количественной оценке. Чаще всего колеблется эти изменения до двух единиц. Эластография сдвиговолны тоже может применяться при ультразвуковой диагностике. Характерный паттерн мягкий пограничный жесткий, выполняется на вдохе при задержке дохождения, компрессии не требует. И также есть оценка по количественной оценке. И в среднем, мы видим, ряд авторов указывает, что средняя оценка где-то от 20 до 30 кПс. И средняя скорость – это от 2,6 метров в секунду до 3,2 метров в секунду. То, что я говорила по поводу контрастного исследования, мы можем исследовать лимфатические узлы. Применялся у нас препарат Сенавью. Вводили 2,4 мл с низкой акустической мощностью механическим индосохартеном для аппарата. Могли применить и количественную оценку с введением контрастного вещества, с повышением его и определением кинетической кривой, и оценкой плата под кинетической кривой, которую мы оценивали, выведение. Неизменивание лимфатических узел, что характерно для него. Передний и задний размер до 10 мм – это овальные формы узел. Мы видим ворота центральные, однородные, гиперхогенные. Мы видим картикальный слой. Только может быть вискулизация в зоне ворот, она не усилена. Хартина при эластографии – однородные изменения. Первый и второй может быть эластотип со сниженным пороговым индексом до 2. И при введении контрастного вещества мы видим с отробежной патонкостальтины. Нет усиления из-за усиления картикального слоя и границы усиления по капсулу четко. Для реактивных лимфатических узлов характерны уже может быть увеличение размера. Появляется, может быть, овально-округлая форма. Ворота могут быть расширены центрально или смещены. Четкие границы и равномерное утолщение картикального слоя может быть больше 3 мм. Может быть усилен кровоток, как центральный поток гелиарной параллельной ленинзула с радиальными сосудами при критикулярно-цертальному потоку. Характерны также первый и второй эластотип. И центробежный паттерн – нет усиления из-за усиления картикального слоя. При уже подозрении на метастический процесс, когда есть минимальные изменения, увеличивается размер, увеличивается форма, может быть, неправильно. Мы видим изменения в структуре картикального слоя локально. Симметричные мы видим сосуды по периферии. В зоне локальных изменений повышается неоднородная структура, повышается и коэффициент жесткости. Характерный цертопитальный уже паттерн с гипероскулярного картикального слоя. Негомогенные изменения и граница усиления по капсулу может быть нечеткая. И для метастатического поражения, увеличения размера до 10 мм, неравномерное уторчение картикального слоя, появляется округлась или неправильность формы, локунарная, спеклообразная, повышается соотношение ингоса с лобати, уменьшается нарушение дифференцировки ворот, появляется и четкий неровный контур. Для, как я говорила, симметричного усиления кровотока в зоне поражения по периферии узла и комбинированный тип и в зоне изменений появляется при эластографии четвертый или третий эластотип с повышением коэффициента жесткости. При контрастном усилении характерно-трицепитальный паттерн, также гиперусиление картикального слоя, негомогенные, граница усиления, нечеткость по капсуле. При распространении процесса на окружающие ткани, если это есть, если можно визуализировать это, мы можем сказать, если вырастание в сосуды, подрастание к общей сонной нарушению визуализации комплекса интима меди, при обширных поражениях возможно выявление тромбоза внутренней ремной вены. Также нужно указывать вырастание в прилежащую мышцу, чаще всего в кивательную, инфильтрация подкожно-жировой клетчатки, это мы видим такой перинодальной инфильтрации по типу гиперхогенного кольца в перинодальную клетчатку, ну и также нужно указывать, есть ли изъязление или вырастание в кожу. Патологические включения характерны для послоклеточного рака, это могут быть характерные такие макрокальцинаты на фоне выраженного изменения структуры лимфатического узла, это фиброзные такие зоны гиперхогенной структуры неправильной формы и, конечно же, кистовидные включения, это некроз, распад лимфатического узла с солидным компонентом. То, что касается системы РЕЦИСТ-1.1, сразу хочу сказать, что наше исследование невозможно, применение данной системы, но мы можем указать, если мы наблюдаем за контролем лимфатическим узлом, это при проведении лечения, чаще всего химиотерапевтического либо лучевого, это уменьшение динамики размера и изменение его структуры. Что и показано на этом слайде. То есть мы можем указать прогрессирование, когда идет значительное увеличение лимфатического узла, стабилизация процесса, если нет изменений или меньше процентное соотношение 30%. И если мы видим уже при хорошем ответе на лечение, мы видим, что структура лимфатического узла восстанавливается, и мы видим восстанавливание кортикального слоя и, конечно, ворот. Тоже нужно указывать. И хотелось бы показать несколько клинических случаев, в которых возможно применение мультипараметрического токолового исследования. Мы видим здесь в B-режиме размер узла уже превышает 10 мм. Мы видим значительное расширение ворот в виде гиперхогенных масс, как раз с тонким критикальным слоем. По периферии мы видим кровеносные сосуды при жесткий узел, при эластографии с высоким коэффициентом жесткости. И в артериальную фазу мы видим, что является именно при видеоролике, когда появляется контраст только по периферии, а в центре это уже нет сосудов, характерное для проскоклеточного рака при раке корня языка. Еще один клинический случай, уже группа лимфатических узлов. В B-режиме мы видим центральный некроз к объединению лимфатических узлов, спаяность конгломерат. По периферии только видим сосуды при эластографии жесткий узел с высоким коэффициентом. И при нарушении перфузии контрастом в центре лимфатического узла только наличием его по периферии, что и видно при заполнении контрастом данной группы лимфатических узлов. Это метастатическое поражение при раке горта, непоскоклеточный рак. Еще один клинический случай, то, что я говорила, вот мы видим группу лимфатических узлов, уже измененную в B-режиме, с характерными такими множественными макрокальцинатами, с нечетким контуром. И ворота лимфатического узла мы не просматриваем, гетерохогенная структура. По периферии только визуализируются сосуды, достаточно жесткие при эластографии, потому что есть кальцинация. Это поражение лимфатического при невыясненной локализации, но чаще всего это поражение лимфатической бендалины. Еще один клинический случай, очень, видите, большие конгомераты лимфатических узлов с обширным некрозом, практически больше 80%, что мы указываем при своем протоколе в связи с тем, что это особенно важно при лечении, при лучевой терапии. И видно, что по периферии только кровоток, потому что центральная часть – это кистовидно измененный лимфатический узел. Мы видим, что солидная часть достаточно жесткая, это метастатическое поражение при раке носоглотки. И хотелось в заключение сказать, что мультипрометрическое ультразвуковое исследование применимо именно при поверхности расположенных лимфатических узлов, обладает достаточно высокой диагностической специфической на первичном этапе и позволяет хорошо при применении современных методик эластографии контрастно-усиленного ультразвукового исследования, достаточно точно определить структуру поверхности расположенных узлов, определить зону патологических изменений для точного идея при биопсии. И наши коллеги, это магниторезонансная компьютером томографии ПЭТКТ, уже обладая большей диагностической точностью, используются при выявлении оценки распространения более глубокого опухолевого процесса и глубоко расположенных лимфатических узлов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...